всем привет снова здравствуйте вот сегодня будет видео такой вопрос как сделать компьютерную мышку как этот процесс происходит опять же спасибо авторам видео и шпанцам итальянцам и китайцам ссылку на видео с которого делаю вот это видео я выложу можете еще там посмотреть ну здесь постараюсь объяснить как да что вкратце блин так все поехали поставлю чуть-чуть посветлее экран первым делом открываем сферу вытягиваем ее вот так вот edit make polymesh открываем сетку флур все это дело выравниваем смотрим симметрию вот здесь она у нас будет так разворачиваем и вот этим боком будем работать ставим дров сайс побольше уменьшаем включаем off topology граф сайс еще побольше можно поставить и вот это чуть еще больше уменьшить так смотрим симметрию включаем и погнали работать выравниваем вот так вот чуть-чуть здесь прибавим и чуть-чуть здесь вот так приподнимем вот таким образом вот такая заготовка у нас вышла приближаем ставим включаем геометрии делаем дай нам с смотрим сейчас сетку вот такая получилась и в саптулах открываем append и куб все вот так вот ставим переключаемся на куб заходим в геометрии и моим мой любимый сайс так что здесь можно сделать чуть прибавить чуть расширить и чуть-чуть вытянуть вот так вот жмем прозрачность и с помощью мов вот это все дело давайте опустим вот до этого уровня вот так вот ну и теперь как всегда вычитание нажимаем на вычитание переключаемся merge down ok и снимаем выделение вот такая заготовка у нас получилось давайте посмотрим что у нее тут есть вот такая сетка и опять делаем дай нам с геометрии жмем дай нам с переключаемся на граф сайс ну и еще пару манипуляций уменьшим граф сайс вот этот поставим вот так вот нашу заготовку опять флур включим и опять саптула включаем append включаем сферу переключаемся на нее и с помощью мов вот так вот ее перетаскиваем включим прозрачность глубоко не надо уводить ну где-то ну так наверно так теперь вот это вот можно сферу чуть-чуть сплюснуть вот таким образом от палец вот такая получается штука ну и давайте теперь ее тоже вычтем включаем вычитание опять переходим на нашу модель опять маршдаун окей и вот так снимаем выделение так разобьем теперь модель grow split чуть-чуть модель еще вот так вот сплю с ним и немножко поднимем к верху вот где-то вот до такого уровня отключим симметрию посмотрим что у нас тут получается на прозрачности так слишком большеватая ну можно еще немножко вот так вот сплюснуть вот таким образом ну и немножко вытянуть вот так теперь поработаем резкой вот эту модель вот так чуть-чуть подкорректируем вот таким образом посмотрим как она заходит немножко ротации вот так вот и с помощью мов чуть-чуть вот сюда и глубже посадим так это дело есть теперь этой модели сделаем дайномеш вот так вот смотрим сетку саптулы и опять вычитание жмем на вычитание на первый наш саптул и мерчдаун окей и снимаем выделение так все вот у нас получилось смотрим сетку видите что разное ну и что нам теперь нужно сделать так тут можно теперь поработать маскирование включаем маску control и жмем вот эту вот маску вот так вот проводим пробелом опускаем немножко вниз вот так вот и теперь жмем alt и вот так вот его уводим назначаем поле группу control control w смотрим поле f все поле группа назначена сетку пока отключим жмем control shift вот такое что-то у нас получается теперь заходим в дисплей properties и жмем дублировать вот такие у нас заготовки получились вот так вот ну теперь нужно ж поработать серединой так вот эту часть давайте немножко мы еще облагородим вот эту подставим дровсайз побольше опять же мофт топологи с помощью симметрии немножко ее вот так вот подкорректируем чтобы был внешний вид более приятен и немножко выгладим это все дело подадим вперед нос вот такая штука получается так можно теперь сделать включаем ctrl shift и поработаем вот этими вот инструментами сначала включим slick track вот этот уменьшим дровсайз и вот так вот его наметим теперь жмем ctrl shift и опять повторяем опять используя shift вот здесь вот большую не ставьте здесь будет колесико вот такая штука получилась так что еще можно сделать теперь ставим круг вот этот и делаем его вот сюда вот так ну и заднюю часть под лейбл тоже давайте сделаем овал вот так вот прикольный и где то вот тут его чуть ниже поставим вот такая штука получается так ну и что еще можно сделать давайте поработаем чуть-чуть маскированием и вот здесь вот попробуем нарисовать вот так вот клавиши делаем дровсайз поменьше и попробуем аккуратно все это дело надо как-то сделать вот так посмотрим где у нас находится вот этот вот рисунок и аккуратно вот так вот еще проведем проведем назначим control w полигруппу и уже вот что-то в этом духе у нас получается теперь заходим в геометрии вот так вот и жмем modify topology так симметрию включим delete by симметрии вот так вот и теперь mirror and well вот такой вот у нас получается такая заготовка у нас получается что что теперь можно дальше с ней с ней делать разбираемся по ходу делаем теперь the rms ставим keep group и жмем the rms сейчас понизится у нас вот это все и сетка исправится мал мал и будет все классно вот что-то такое получилось вот так и теперь зайдем в деформацию и попробуем нажать polish чтобы все это дело помягче было поинтересней теперь давайте поработаем за модельером так за модельер жмем кабел жмем qms жмем polygroup island и вот приблизив ближе вот эту вот часть находим красную ставим и вот так вот вглубь уводим вот что-то такое у нас получается так что теперь мы делаем теперь жмем alt и вот так вот все это дело выделяем по бокам давайте добавим еще немножко вот этих вот граней чтобы было все нормально чтобы было все более менее потверже вот так вот и на низ вот сюда вот тоже можно одну добавить даже не одну а почаще вот так вот вот так вот смотрим теперь чтобы ничего не забыть и заходим жмем пробел жмем delete и жмем и жмем сингл поле вот вот что-то так вот получается у нас вот таким макаром так ну что давайте еще полюшим пройдемся сделаем все это глаже вид придадим вот этому всему так следом что мы делаем это геометри геометри edge loop так что у нас тут есть вот это вот шкала 001 стоит надо поставить хотя бы 004 но здесь вот давайте поставим 004 хотя бы ну чуть-чуть побольше так прибавим вот таким образом и жмем панель loop отключим поле f вот так у нас все это дело тут получается теперь жмем заходим в поле группы и жмем авто групп смотрим что тут да как вот таким образом и сейчас будем дальше с этим делом работать в принципе как все выглядит если нажать ctrl shift то это выглядит вот где то вот так вот вот такие у нас детали вот такая у нас мышка получается вот где то так же в принципе прикольная порошочка ctrl shift и возвращаем все на место допустим там клавиши больше поднять или сделать какую то пустоту можно это уже ваша фантазия что такое так следом что мы делаем а следом нужно будет нам вставить все колесико и вот потом можно еще вот этими деталями работать в принципе все нормально заходим в саппулы ставим append и ставим ставим цилиндр выравниваем все это дело переключаемся на цилиндр теперь заходим вы не целая ставим по оси x ставим move вот так вот поднимаем вот такое колесо у нас получилось можно добавить ему дивайдов вот таким образом но сначала нужно его подкорректировать вот сюда вот именно его вставить поэтому вот это отверстие большое не делайте сейчас мы будем это все дело сюда вставлять включим кисть стандарт поставим чуть боком и вот сюда его подведем восьмой модели можно конечно работать гизму но мы будем работать седьмой вот именно сайзом зайдем в сайз так чуть-чуть это дело прибавим и немножко его надо будет вплюснуть по иксу вот так вот и с помощью моф вот сюда его вот так вот посадить чуть-чуть ниже вот так вот раз вот так вот ненавид вот таким макаром чуть-чуть еще наверно сплю с него сделаем тоньше теперь сделаем ему геометри а дай нам с в геометри и добавим дивайдов вот так вот ну и можно еще ZRMS ему засобачить и будет все так вот классно так ну и в деформации давайте немножко полюш вот так вот сделаем или релакс чтобы он чуть-чуть был посглаже и посмотрим как он тут установился вот такое колесико чуть-чуть по симметрии вот так вот шибанем чтобы более рельефы были одинаковые ну и в принципе где-то вот так получается даже можно его чуть-чуть ниже посадить вот так вот отключим прозрачность все смотрим что у нас получилось мерч даун смотрим что да как вот такая прикольная мышка вышла все это дело быстрое все нормально ctrl shift вот такие вот получаются детали вот нижний лазер и так далее дальше можете уже по своей фантазии что-то делать рисовать как хотите делать ее как хотите любой вид любая модель в принципе все нормально ну и поменяем материал поставим какой-нибудь более такой классный также все дело это можно раскрасить жмем rgb зад отключаем ну и допустим мышка у нас будет серая поставим белый цвет какой-нибудь и посмотрим что тут можно подобрать вверх сделаем белый что тут еще можно низ можно сделать красным вот так нет он я вам как слышит lactate и надел вот такая мышка у нас получается раскрашенная все нормально добавим ей дивайдов она была чуть-чуть лучше и все вот так вот можно еще лейблы добавить все всем пока до свидания